Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Роспотребнадзоре в Карачаево-Черкесии прошла пресс-конференция на тему вакцинации детей от полей эмилита. Как рассказал Сергей Бискокотов, в нашей республике мероприятие пройдет в два этапа с 27 февраля по 5 марта и с 3 апреля по 9 апреля среди детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Эффективность прививки высокая, отмечают медики, и дети защищены уже после первой вакцинации. В связи с создавшимся на территории республики предпосылками, связанными, во-первых, с высокой степенью риска завоза полиовирусов, диких, вакцино-родственных, в результате активной внутренней и внешней миграции населения в республики, как из соседних регионов России, так и стран дальнего и ближнего зарубежья, неблагополучных по полей эмилиту. Во-вторых, с неуклонно снижающимся из года в год, особенно в течение последних 10 лет, уровня коллективного иммунитета к полиэмилиту среди детей, обусловленного необоснованными отказами родителей от проведения вакцинации. Требуется проведение противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения возникновения случаев заболевания полиэмилитом среди детского населения. Когда-то отложив учебники и ученические тетради, сельский учитель из аула Алибердуковский Салих Габидович Джамбеков ушел на фронт, чтобы дать своим воспитанникам самый главный урок – урок жизненной стойкости и мужества. А сегодня его родная школа, которую он возглавил после войны, удостоилась честь носить его имя. Об учителе в солдатской шинели расскажет Фатима Даурова. Весть о нападении фашистской Германии застала Салиха Габидовича Джамбекова у школьной доски. С самых первых дней сельский учитель оказался в рядах Красной армии. Пройдя немало фронтовых дорог, он застал победу в Берлине. За решительность, храбрость и отвагу в боях младший лейтенант Джамбеков был награжден орденом Отечественной войны второй степени медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. И был отмечен четырьмя благодарностями Верховного главнокомандующего Сталина. Все данные, документы и фотографии, нагрудные знаки отличия, касающиеся биографии почетного земляка, были собраны учителем географии Мариной Джамбековой и ее учениками в одну экспозицию, с которой каждый гость мероприятия мог ознакомиться лично. Начиная от свидетельства о рождении, автобиографии, все личные достижения. Даже у нас есть такой очень важный документ, выписка из приказа о назначении директором есть, сохранился штатное расписание школы тогдашнее, сохранилось. Вот очень много интересного и богатого материала. Среди всех собранных документов и бумаг есть и уникальные. Сейчас у меня на руках тетрадь из личного архива Салиха Габидовича. Здесь учительским каллиграфическим почерком собраны имена и фамилии всех односельчан, которые ушли на фронт. Этот список он собрал уже будучи тяжело больным на склоне лет. Говорят, он писал левой рукой. Левой, потому что из-за болезни правая уже не слушалась, но военная выдержка офицера помогала не оставлять любимое дело. Послевоенный учитель. Кто же он? Образец подражания, лидер, человек, обладающий самыми высокими жизненными качествами. Таким был и Салих Габидович Джамбеков. Ему приходилось учить детей в тяжелых условиях. Занимались в несколько смен. Не хватало бумаги, топлива. Зимой в классах было так холодно, что замерзали чернила. Занимались в пальто и валенках при свете керосиновой лампы. Но даже в таких условиях он мотивировал детей учиться и помогал обрести веру в себя. Как хотел он, чтобы все дети учились хорошо и выходили в люди. После окончания школы он сам лично устраивал в разные учебные заведения детей. Был рад успехам каждого. На торжественном мероприятии при своении заслуженного имени участвовали представители администрации и отдела образования района, учителя и земляки Салиха Джамбекова, его родные и близкие. Выступающие отмечали важность знакового события. Став одним из основателей системы образования в районе, Салих Габидович задал высокую планку для последующего поколения учителей. Я считаю, что это достойнейшее мероприятие. В школе присваивается сегодня имя первого директора этой школы Джамбекова Салиха Габидовича. Война, гражданина, человека. Человек, который сделал очень многое, который проделал очень много положительного, очень много результативного в плане становления этой школы. Это высочайшая ответственность, высочайший план конравственности для всех наших детей и всего педагогического коллектива. Думаю, мы с честью и с гордостью будем прославлять имя этого замечательного и достойного человека своими свершениями и поступками. Салих Джамбеков был верен человеческому и профессиональному долгу. Он воспитал и обучил не одно поколение аульских детей, которые до сих пор добром вспоминают первого учителя. Его профессиональное наследие очень гармонично дополняется личным. Дети, внуки и правнуки не подвели устоев своего родителя. Каждый из них занял достойное место в жизни. А сегодняшний праздник украсил танец Джамбекова-Анзора, правнука Салиха Габидовича, который сейчас учится в стенах той самой школы, возрожденной когда-то прадедом. Фатима Даурова, Рассул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами снег и дождь. Ночью в отдельных районах сильные осадки. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 15-20. Днем в горах будут порывы до 28 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза, а в горах до минус 13. А днем до плюс 6. И местами 2-7 ниже нуля на дорогах гололедица. В Черкесске ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днем до 6 тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили и приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. В историко-культурном музее-заповеднике прошло экскурсионное мероприятие для учащихся черкеска, приуроченное к Международному дню родных языков. Ребята узнали, что носили и чем пользовались быту титульные народы республики в стародавние времена. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Мероприятие посвящено Международному дню родного языка, который был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается с 2000 года для защиты и содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Научные сотрудники музея провели интересную экскурсию по музею и национальным павильонам. Ребята слушали наставников с большим интересом. Язык народа – это душа народа. И мы, музейно-работники, общаясь, обслуживая, скажем так, население, в основном это у нас студенческая учащаяся молодежь, и мы сталкиваемся с тем, что наша молодежь не владеет родными языками, к великому сожалению, плохо знают родной язык. И буквально несколько лет тому назад, создавая эту экспозицию «Дом национальности», мы, музейно-работники, во главе с нашим директором, пришли к единому мнению подавать этикетаж на двух языках – на русском языке и на родном языке данного комплекса. Проект, обращен к молодому поколению, направлен на привитие любви к родному языку, обычаям и традициям родного края. Неожиданным для преподавателей стал отклик в сердцах и глазах детей ко всему происходящему. Молодое поколение стало тянуться к изучению своих родных языков. Нас сюда пригласили учителя, чтобы посмотреть на наши истории 18 века, чтобы посмотреть, как наши народы жили в те времена. И, честно говоря, мне очень понравилась наша экскурсия. Нам сегодня объясняли всю нашу историю. Сотрудники музея провели познавательную экскурсию и рассказали школьникам, как важно сохранить свой родной язык, связующих наших предков с нами, соединяющий прошлое и будущее. Альбина Курочинова, Кенджи Валек Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Наступила блинная неделя, и это значит, что пришла масленица. Праздник символизирует проводы зимы и приближение весны. Главное блюдо этой недели – блины. И многие хозяйки проявят свои кулинарные способности и угостят родных. Наша съемочная группа отправилась сегодня в гости на блины к Розе Барлаковой. Репортаж Светланы Шагановой. Хозяйка дома мы застали за приготовлением блинов. Рецепт стандартный. Молоко, яйца, сахар, соль, сода, мука и масло. И плюс – хорошее настроение. Нужно не только рецепт, но чтоб и душа радовалась, когда ты делаешь, и люди попробуют и скажут спасибо. Раньше блины жарили на чугунной сковороде, рассказывает Роза Назировна. Но сейчас огромный выбор блинец. В них первый блин не будет комом и будет легко сниматься. Но хозяюшка рекомендует смазывать сковороду кукурузным маслом. Это добавит вкуса. Традиция отмечать масленицу идет еще со школы, где Роза Барлакова много лет работала учителем, затем завучем. И как она вспоминает, блинов на масленицу всегда было много с самой разной начинкой. «Накрывали в школе столы и все вместе праздновали вкусный и веселый праздник. И неважно, какой мы национальности и вероисповедания», – говорит Роза Назировна. «Мы все российский народ. Поэтому мое блюдо, твое блюдо – мы все россияне. И мы друг друга поддерживаем. И в то же время мы делаем все блюда, даже 15 республик». В маленькой уютной кухне немало старинных вещей, а точнее – кухонной утвари. И каждая имеет свою историю, и главное – хранит в себе память. Роза Назировна очень любит необычные предметы интерьера, как и ее мама, которая, бывая на широких просторах Советского Союза, всегда привозила что-то особенное. «Мама очень любила такую эксклюзивную посуду, редкую посуду. Вот этот, например, китайский поднос 61-го года. Тут все старое, но все такое, но любимое. Это то, что осталось от мамы. Кухня – это, по-моему, главная комната женщины. И когда что-то радует глаз, хочется что-то делать». У каждой хозяйки на кухне есть вещь, которая особо дорога. И у Розы Барлаковой есть такая. Эту вещь мама привезла с Кемерово. И сделали, по всей видимости, заключенную. И вот как память о них мама привезла. И сын очень любил. И мне оно очень нравится. Видно, добрые руки. Может, человек ошибся в жизни, но делали добрые руки. Мне так кажется. А сколько лет этому топорику примерно? Ну, где-то это топорик в 80-х годах. Никакая современная посуда не заменит ту, как говорится, советскую. Сейчас это уже раритет. Как, к примеру, вот такая резная хлебница или медная чаша для приготовления варенья. Ну, и какая же масленица без самовара? К ним у Розы Назировны особые отношения. Есть и самый маленький, а есть и самый старинный медный самовар, который хранится в чулане. Старинный Баташовский самовар 1837 года. Имеет медали. Роза Барлакова и экскурсию провела по дому, и стопку блинов напекла. Блинчики готовы. Приятного аппетита. Ароматные, кружевные, в дырочку. Блинчики готовы. Теперь настала ваша очередь испечь символ солнца и весны и угостить родных, друзей и соседей. Мы живем среди русских, русские живут среди нас. Поэтому все праздники надо отмечать вместе. Например, блины любит мой внучок. И я делаю с душой, чтобы угостить родных, близких, внучка, невестку, соседей. Роза Барлакова – глубоко интернациональный человек. Трепетно относится к традициям народов. И неважно, какой человек национальности. Главное – уважение друг к другу, добрососедские отношения. И, конечно, дружба, которой и славится наша многонациональная республика. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Между нами. Глубокое море». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин